приветствуем вас на youtube канале универсальной системы учета сегодня мы вам покажем программу для email маркетинга и других видов рассылки наша программа называется универсальный ее универсальность заключается в том что вы сможете из одной программы осуществлять самые разные рассылки email sms вайбер и даже голосовые звонки да да программа сможет сама позвонить и голосом сообщить вашим клиентам важную информацию причем вам даже не обязательно будет работать с собственной базой клиентов программа легко рассылает спам письма как это делать правильно с максимальной доставляемостью мы тоже покажем в этом видео чтобы рассылать спам программа загрузит почтовые адреса из предложенного вами файла более того система усу еще умеет выполнять функции граббера это от слова грабить если вы найдете сайт каталог где причисляются какие-то организации или объявления в которых указываются почтовые адреса наша система сама обойдет все страницы такого сайта даже если их будет огромное количество и соберет вам собственную базу потенциальных получателей рассылки но обо всем по порядку а начнем мы с темы которая объяснит вам почему нельзя использовать различные сервисы для рассылки почему критически необходимо использовать собственную программу некоторые организации сейчас используют специальные почтовые сервисы которым казалось бы нужно лишь дать файл с адресами получателей и они им всем разошлют письма с необходимым содержанием на самом же деле это все обман вы вкладываете деньги в рассылку естественно ожидаете результат а письма просто не доставляются хотя в сервисе пишется что они были отправлены и это этот обман не так просто раскрыть поэтому о нем немногие знают сейчас мы поясним почему так происходит будет немного технической информации зато вы поймете суть проблемы каждый сервер имеет уникальный адрес в интернете который называется айпи адрес некий платный сервис почтовой рассылки рассылает письма со своего сервера пусть его адрес для простоты восприятия будет обозначаться русской буквой а но письма же рассылается от имени какого-то конкретного емейла который был зарегистрирован на почтовом сервере это может быть как бесплатный почтовый сервер например mail.ru или mail.com так и почтовый сервер вашего корпоративного сайта например название компании .com а адрес почтового сервера к которому относится ваша почта имеет совсем другой айпи адрес например обозначим его буквой b когда ваше письмо приходит к адресату почтовый сервер получателя сравнивает эти два адреса и сразу понимает что а не равно б это означает что письмо отправил не владелец почтового ящика в лучшем случае оно будет помечено как спам а в худшем случае все такие подозрительные письма сразу же массово удаляются есть и другие факторы которые позволяют определить спам письма о них вы узнаете дальше в этом видео в итоге например если вы отправили 10 тысяч писем получателям у которых емейл зарегистрирован на бесплатном почтовом сервисе mail.ru а решением встроенной антиспам защиты все эти тысячи писем были беззалостно удалены обидно конечно обидно и деньги пропали и результата нет но если самостоятельно рассылать сообщение со своего почтового ящика тогда эту проверку письма проходит без проблем вручную большое количество сообщений не отправить поэтому на помощь приходит наша программа которая может отправлять не только спам не только рассылку по собственной базе клиентов но даже индивидуальные сообщения это может быть напоминание клиентам о задолженности или о необходимости забрать заказанный товар но сперва давайте посмотрим как создается спам рассылка спам рассылки необходимо уделить особое внимание так как она подразумевает отправку большого количества писем если всем получателям отправлять одинаковые сообщения письма сразу будут помечены как спам чтобы спам сообщения сделать похожими на обычные письма в программе можно применять специальные возможности давайте создадим новый шаблон для писем на первой вкладке есть возможность перечислить разные вариации имени пользователя наша система будет подставлять в каждое письмо случайное значение чем больше вариации вы придумаете тем больше уникальности добьетесь далее также придумываем различные варианты темы для письма для этого используются разные шаблоны чтобы для разных рассылок вы могли создать разные темы и наконец наиболее важное это сам текст письма вы можете придумать разные тексты а самое интересное что в каждом тексте письма у вас будет возможность применять конструкцию выбора. Например, сначала вы хотите поприветствовать получателя сообщения. Это можно сделать разными способами. Для создания конструкции выбора используйте фигурные скобки, а сами варианты разделяйте вертикальной чертой. В идеале обычного текста должно быть по минимуму. В каждом предложении должна быть конструкция выбора, чтобы каждому получателю нашей системы email-маркетинга сгенерировала уникальный текст письма. Более того, программа USU даже проверяет ваши письма на наличие стоп-слов. Стоп-слова – это те слова, которых не должно быть в тексте письма. В противном случае оно может быть отмечено как спам. Стоп-слова не имеют окончаний, чтобы система их могла определить в любом потяже. При необходимости в отдельном справочнике вы можете изменить или дополнить список запрещенных слов. Если такие слова были выявлены, нужно просто изменить шаблон. Не используйте подозрительные выражения, такие как уникальное предложение, дешево, успех и так далее. Далее укажите почтовый сервер, на котором у вас заведены почтовые ящики. Лучше использовать корпоративный сайт, так как на бесплатных почтовых серверах есть ограничения по массовой рассылке. Зарегистрируйте аккаунт – это сайт, к которому относится e-mail, то, что пишется после собачки. А ниже добавьте один или несколько почтовых ящиков. Именно с них будет осуществляться рассылка. Для каждого вида рассылки рекомендуется заводить отдельный e-mail. После разового заполнения справочников можно переходить к созданию проекта рассылки. Придумайте имя проекту и укажите, какой шаблон письма будет в этой рассылке использоваться. Поставьте специальную галочку, если для конкретной рассылки необходимо предварительно проверять существование почтовых ящиков у получателя писем. Кстати, это очень интересная тема. Давайте ознакомимся с ней подробно. Если отправлять много писем на несуществующие почтовые адреса, ваша рассылка сразу будет определена как спам. Но огромная проблема заключается в том, что у почтовых серверов не поддерживается функция проверки существования e-mail. Хоть в реализации протокола для отправки писем такая функция есть, но она попросту не поддерживается. А все потому, что почтовым серверам невыгодно, чтобы их базу данных могли сканировать и определять существующие почтовые ящики. Поэтому, если вы где-то видите сервис, который якобы позволяет проверить существование почты, знайте, это обман. Можете для интереса даже проверить самостоятельно. Напишите название почты, которая точно существует, а сервис скажет, что такой почты нет. Или наоборот, напишите название, которого точно быть не может. А система на все попытки будет отвечать, что такая почта существует. Это все потому, что почтовые сервера настроены на постоянную выдачу одного и того же ответа. Правду они вам не скажут. И как же тогда не попасть в спам при проведении массовых рассылок? Наша компания провела исследование и выявила, что большая часть компании создает себе почтовые ящики на бесплатном сервере Mail.ru. Мы смогли выполнить специальную работу, и теперь в нашу программу включен механизм проверки существования почты на этом самом популярном почтовом сервере. Теперь только у пользователей универсальной системы учета есть такая уникальная возможность. В отдельном справочнике перечислены домены, которые относятся к серверу Mail.ru. Именно для них перед рассылкой будет осуществляться проверка существования e-mail. Вернемся к нашему проекту рассылки. Теперь мы можем составить список почтовых ящиков, с которых будем осуществлять рассылку конкретно по данному проекту. Ранее мы уже рекомендовали создавать отдельные e-mail для каждого вида рассылки. Вот здесь теперь их остается просто выбрать. Если у вас много потенциальных получателей писем, тогда делайте рассылку с большого числа почтовых ящиков. Так рассылка выполнится быстрее. Почему нельзя все ослать с одного почтового ящика? Все просто. Сразу будет понятно, что это спам. Более того, даже с нескольких e-mail отправлять письма следует небольшими партиями и с обязательной паузой между партиями. Это все можно задать в настройках программы. Данные настройки помогают имитировать действия пользователя. Как известно, тише едешь, дальше будешь. Пусть программа не сразу все отправит, а постепенно. Зато письма дойдут до своих адресатов и вы получите желаемый результат. По каждому проекту вы будете видеть общее количество писем к отправке и контролировать процент выполнения. Теперь давайте посмотрим, как указываются получатели рассылки. Если вы хотите сделать массовую рассылку по собственной базе клиентов, тогда работаем с модулем клиенты. Здесь можно выбрать сразу всех или только определенную группу людей и именно ей отправить сообщение. Когда мы создали массовую рассылку для определенных клиентов, их e-mail появились в проекте рассылки на вкладке получателей. Теперь можно поставить галочку проверять существование почты, а затем через пять минут уже можно начинать и саму рассылку, выставив галочку отправлять письма. Своим клиентам есть возможность рассылать даже индивидуальные сообщения, чтобы в тексте письма указывалась сумма долга, заказанный товар, к письму прикладывался счет на оплату, было обращение к человеку по его имени и так далее. Индивидуальные сообщения настраиваются на заказ, так как у разных организаций разные требования. Более того, по собственной базе клиентов есть возможность рассылать разные виды сообщений. Можно отправить не только e-mail, но и смс или сообщения через вайбер. Есть даже возможность создания голосовой рассылки, когда программа сама наберет вашего клиента и компьютерным голосом сообщит ему важную информацию. Эти современные способы рассылки, хоть и недорогие, но все-таки платные. Тогда как e-mail рассылку вы можете проводить абсолютно бесплатно. Если вы только начинаете работать в нашей программе, список клиентов у вас будет пустой, но это ненадолго. Вы получите возможность как вручную зарегистрировать клиента в своей базе данных, так и массово импортировать информацию, например, из файла формата Excel. В Excel файле достаточно иметь минимальное количество сведений о каждом клиенте. Можно указать e-mail, имя человека, отнести его к определенной категории и ввести номер телефона, если планируете отправлять не только письма, но и смс-сообщения. Для осуществления импорта выберите файл. Затем укажите, в какие поля таблицы вносить данные из определенных колонок. И тысячи клиентов у вас моментально окажутся импортированными. Теперь всем им можно отправлять сообщения. Еще более интересной в программе является функция граббера, которая позволяет утащить ценные данные с чужих сайтов. Например, вы нашли какой-то каталог, в котором в открытом доступе публикуются e-mail и организации. В большинстве случаев их можно извлечь в автоматическом режиме. Каждая страница сайта – это программный код. Необходимо лишь найти закономерность, чтобы составить алгоритм сбора информации. Для этих целей в программе есть несколько справочников. Настраиваются они нашими программистами на заказ, а после сбора данных вы пользуетесь ими, просто указывая в проекте рассылки, в какой именно группе e-mail вы собираетесь разослать письма. Не забывайте проводить работу над ошибками. Например, при использовании неэффективных сервисов почтовых рассылок вы даже знать не будете, что где-то возникли ошибки. А в случае использования нашей программы у вас будет возможность контролировать весь процесс и видеть причину по каждому неотправленному сообщению. Для этого войдите в модуль рассылки и отобразите сообщение со статусом «Ошибка». Где-то будет написано, что возникла временная ошибка. Тогда просто повторите отправку. Такое изредка случается по вине вашего почтового сервера. В другом случае может быть написано, что нельзя доставить сообщение на указанный адрес. Такое бывает, когда компания уже закрылась и ее сайт не существует. В этом случае можно просто удалить письмо. А если пишется, что неверный формат e-mail, тогда это ошибка пользователя, который указывал свой электронный ящик и ошибся. В данном случае вы можете легко догадаться, какой на самом деле должен быть адрес почтового сервера. Неверное значение просто исправьте и поменяйте статус, чтобы данное письмо было отправлено заново. Следующая стадия работы над ошибками уже производится не в программе, а в почтовом клиенте, в котором вы читаете ответные письма. Читать их можно как с помощью специальной почтовой программы, так и на сайте почтового сервера. Смысл следующего этапа заключается в том, что нашей программой письма были успешно отправлены, но некоторые проблемы возникли после этого. Например, адреса получателей существуют, но люди сменили эти адреса на новые и оставили на старом адресе автоответчик, который об этом информирует. Поэтому при желании можно пересылать сообщения на новые e-mail. Также вы можете увидеть и другие проблемные сообщения. Например, те e-mail, на которые почтовый сервер получателя не смог доставить сообщения по разным причинам. Допустим, если у адресата закончилось свободное место в почтовом ящике. Но самые главные показатели эффективности рассылки – это количество писем, которые не были определены как спам. Для просмотра подобной статистики можно зарегистрироваться на сервисе Postmaster Mail.ru. Эта служба как раз для тех, кто занимается e-mail маркетингом. Здесь вы можете зарегистрировать все свои сайты, с которых осуществляете рассылку. По каждому сайту за определенный период времени вы сможете видеть процент писем, который успешно прошел антиспам-защиту. Это полосы зеленого цвета. Оранжевые полосы – это подозрения на спам. Красный цвет – полная уверенность почтового сервера, что вы отправили спам-письмо. Чем больше зеленого цвета, тем лучше. Даже если у вас присутствуют другие цвета, это не страшно по причине того, что массово почтовый сервер не сможет удалить ваши сообщения, так как все они в разном виде доходят до адресатов благодаря тем вариациям, о которых говорилось в начале этого видео. Каждое письмо получается абсолютно уникальное. У него свой e-mail отправителя, свое имя отправителя, своя тему письма и свой текст письма. В дополнение ко всему перечисленному, наша интеллектуальная система добавляет в приветствие обращение к получателю по части e-mail, на который производится рассылка. Все это не совпадает ни с одним другим вариантом из отправленных вами писем и дает стопроцентную уникальность. У данного сервиса для мастеров рассылки есть еще два преимущества. Одно из них – это возможность загрузить свой логотип. Когда от вас будут приходить письма, получатели будут видеть ваше лого, а не просто первые буквы. Ваша рассылка получится брендированной. А также есть возможность указать почту для получения жалоб от получателей. Так вы будете точно знать, сколько человек пожаловались на спам. Причин попадания писем в спам довольно много. Многие из них мы уже научились с вами обходить. Сейчас раскроем вам еще один секрет. Бывает, что ваш корпоративный сайт неверно настроен, и тогда письма будут сыпаться в спам не по вашей вине. Вы можете предварительно проверить отправляемое письмо при помощи специального сервиса. Данный сервис выдает случайный почтовый адрес. Давайте отправим на него письмо. Теперь переходим к просмотру результата проверки. О да, у нас отличный результат. Если у вас не такой же, наши специалисты на заказ помогут настроить ваш сервер корпоративного сайта, чтобы он был в большей мере заточен под массовую рассылку. Какие-то параметры изменять на хостинге нет возможности, поэтому здесь стопроцентного соответствия не достичь, но желательно, чтобы результат, как у нас, был максимально близок к идеалу. После просмотра данного видео вы уже наполовину близки к реализации своих целей в области e-mail маркетинга. Вам остается только приобрести нашу программу и использовать обилие ее возможностей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, перейдите на нашем сайте в раздел контактов и свяжитесь с нами. У нас есть номера телефонов в разных городах и странах, а также можно писать в различные мессенджеры или в чат прямо на сайте. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно!